Добрый день! Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по росписи деревянной заготовки ангел. Я побывала у нас в Петербурге в магазине Леонардо. Видите, какое большое количество разнообразных деревянных заготовок со снегурочками, Дедами Морозами, снеговиками, всякими зверюшками, символом года. Это очень большой выбор. Цены доступные. Я выбрала себе вот такого деревянного ангелочка. К нему еще в комплекте идет маленький бубенчик, который так забавно позвякивает. Прежде чем покрывать краской, я буду грунтовать. Для грунта я использую белую акриловую краску, любую можно использовать акриловую краску, и бытовую губку в качестве спонжа. Я отрезаю небольшой кусочек, как вы видите, шпателем наношу краску небольшое количество и примакивающим движением наношу с двух сторон. И просушиваю феном в промежутках. Затем я воспользовалась вот такой акриловой краской. Несмотря на то, что она по ткани, ей тоже можно пользоваться для декоративных целей. Тоже наношу шпателем, опять же, на спонж. Мне эта краска нравится тем, что в ее состав входит перламутр. Она очень красиво так мерцает. Я решила сделать его таким бледно-желтым. Тоже наношу сначала на одну сторону, просушиваю феном, потом наношу на противоположную сторону. Дальше я решила воспользоваться вот таким вот золотым контуром. Это контур по ткани, но можно воспользоваться любым. Выдавливаю его на спонж, затем вот так вот излишек снимаю, где-то отдельно вот так вот на бумаге. И примакивающим движением прохожу по краю. Мне хотелось позолотить края у этой деревянной заготовки. И я вот так вот прохожу тоже с двух сторон. Напомню, что для того, чтобы просушить работу, можно воспользоваться феном. Только я советую ставить на холодную струю, потому что от горячей струи краска не сохнет, а как бы заваривается, становится липкой. Вот так вот прохожу с двух сторон. В промежутке между покрытием я просушиваю феном. Сначала с одной стороны, потом с другой. После того, как я нанесла уже с двух сторон это золочение, я буду прикреплять бубенчик. Я воспользовалась вот такими вот маленькими плоскогубцами. Разжала колечко и аккуратно вставила. И прицепила бубенчик. У меня такой бледный достаточно ангел, но для интенсивности цвета можно покрыть в два слоя. Или, может быть, сделать его голубым или белым перламутровым. Это уже выбор остается за вами. Наносить или не наносить личико. Вообще в русской народной традиции куклам не делали лица. Но я с одной стороны нанесу. Я делаю такую дугу и ставлю ручкой от кисточки, у нее такой закругленный наконечник, ставлю такие маленькие кругленькие точечки в глазик. Тоже воспользовалась краской из этого же набора. Это голубая перламутровая. Вот такие личики рисуют матрешкам. Носик это, как правило, две точечки, как рисуется ротик. Делается туго. Сверху две такие кругленькие точечки. Это верхняя губа и нижняя губа. Маленькая кругленькая такая точечка. Все, ангелочек мой готов. Осталось только привязать петельку и повесить на елочку. Если этот мастер-класс был вам интересен и полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много интересных мастер-классов в разных техниках и разной сложности. Желаю удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...